итак сегодня мы будем заниматься конфигурацией mysql то есть таким образом мы должны несколько лабораторных работ сделать так что у нас поднимается ламп linux apache php mysql которую вы потом можете использовать для каких-то административных нужд например поднять какое-нибудь сервер приложение на php cms на php и так далее итак я запустил сервер с помощью make-server консоль запустил перейду под рота сделаю здесь у нас будет mc control shift и вторую вкладочку и установлю юм минус y install maria db maria db сервер то есть клиентскую части серверную часть mysql называется в центусе maria db maria db это форк mysql дело в том что mysql был куплен уроклом соответственно была сменена лицензия ее невозможно стало уже использовать и поэтому один из форков который возник не после покупки он был и до этого один из форков стал свободным самый развитый форк maria db и вот он сейчас используется всеми вместо mysql это легкая датабейс база данных хорошо она используется именно при работе с вебом у нее поскольку она легковесная быстренько у нее хорошо сочтением на записью уже не так хорошо для более серьезных вещей наверно лучше использовать базы данных помощник помощнее при апостгресс или что-нибудь в этом духе и так мы установили maria db сервер ну и сейчас у нас нужно ее стартовать и потом установить для рота пароль рут это не рут системе в базе данных свои пользователи которые никакого отношения к системе не имеют и в mysql тоже главный пользователь называется рут рутовый пароль нужно будет установить и дальше законфигурить самую простую конфигурацию сделаем дальше мы сделаем простенькую базу данных администратор должен понимать как работать с базами данных и и потом мы сделаем бэкап и восстановление базы данных и так давайте мы систем контрол статус maria db вот отключено давайте мы его заенеблим стартуем давайте посмотрим вообще где у него файлки находятся у него значит vc2 у нас май майк нфд посмотрели и вот майк нф вот это основной файл конфигурации и вот тут он считывает этот каталог майк нфд и туда собственно дополнительную конфигурацию мы кладем майк нфд и вот вот файлы у него в виде и не стиля то есть вот группа в квадратных скобках и дальше опции для группы идут и в каталоге вар варлип каталог майк нфд и вот тут собственно базейки лежат вот это основная база для работы майк нфд нужна это тестовая база мы ее не установили я можно было установить почему и не стали установить потому что мы сейчас я все равно снесем потому что нам нужно сконфигурить безопасно mysql для этого у нас есть скрипт который безопасно ее конфигурит предварительно давайте мы посмотрим что она запустилась сс это замена нет стату греб mysql вот она запущена слушает все порты на самом деле эту базу обычно не используют на удаленной машине то есть обычно локально крутится как локал хост и работают не всегда по tcp сокету а по локальному сокету работает на файлы системе он быстрее получается впрочем возможны вариации что mysql на другом сервере находится вот тогда нам нужно порт открыть с помощью fire волка md но обычно это не требуется даже вредно поэтому это делать не будем и так идет скриптик такой он делает очень простые вещи ну во первых он спрашивает если пароль для рота и введите у нас нет пароля enter нажимаем установить пароль есть новый пароль давайте мы один два три четыре пять шесть сделаем простенький пароль удалить анонимного пользователя это дыра безопасности удаляем удаленный логин под ротом удалить до удаляем на самом деле лучше логиниться есть хороших так под ротом то через ssh кинет туннель и тестовую датабейс удаляем но мы ее даже не ставили она все равно удалилась и значит перегрузить привилегии перегрузили все теперь мы засекировали наша база данных вот тест база удалилась но она и была пустая мы не ставили это maria db тест пакет можно поставить посмотреть как это будет удаляться и и так собственно таким образом мы базу нашу запустили работа с базой осуществляется ну или с помощью какой-нибудь программы mysql workbench графическая программа или вебовская программа my php admin а мы из консольки как администраторы положено работать с консольки mysql минус you root user root это root базы данных не системный root минус p это значит что пароль мы в консоли введем то давайте 1 2 3 4 5 6 ввели вы другой пароль конечно можете назначить пожалуйста вот у нас в корень мы попали посмотрели help что есть какая возможность давайте show дата бэйзис это у нас с ql вск и запрос поэтому он кончается . запятой заканчивается вот у нас такие базы данных это собственно базы данных системные те которыми работает сама mysql нам они не нужны значит exit можем нажать quit значит или вот так вот системы или exit вышли ну а теперь такая тонкость и давайте зайдем опять и посмотрим статус статус это команда системно это не скойлевская что мы видим что у нас база данных по по-молчанию в латин один делается и сервер по-молчанию в латин один это не очень хорошо нам бы хотелось чтобы было все в т.ф. давайте мы законфигурим что по-молчанию сервер в латин в т.ф. вот я сделал файлик что там у нас прописано вынестили для клиентов дефолт утф 8 для вообще для mysql для сервера утф 8 давайте перестартуем mysql system control restart maria db перестартуем и посмотрим статус все стало утф 8 на самом деле мы все это делаем для нашего удобства фактически мы можем гонять базу не задавая там утф 8 тогда при создании таблиц нужно будет при создании баз данных явно задавать что кодировка утф 8 ну вообще мы всегда будем задавать конкретно кодировку указывать чтобы с mysql универсально работать не ошибиться с другой установкой на самом деле сейчас идет переход от утф 8 которая которая переменной длина администратор должен понимать как база данных создается что с ней делается и дальше проведем с ней работу ввели так создадим базу данных create SQL сам он независим от того что прописной или строчной символ поэтому можно писать как удобно но обычно когда мы оформляем listing предпочтительно прописные буквы использовать database это у нас простой адрес бук будет так фрагмент базы данных значит чирактор сет утф 8 и сортировка по утф 8 это файлы которые с mysql идут вот так вот все создали базу данных ну давайте show database вот у нас база данных адрес бук появилась давайте перейдем в эту базу данных поменялась база данных вот появился указатель в строчке что это у нас база данных адрес бук какие там таблицы никаких никаких таблиц там нету создадим простенько создадим таблицу сети там будет у нас имя и город create create table city он состоит из имени варчар 40 города это игрушечная таблица игрушечная база данных создали ну теперь show tables вот у нас таблица сети появилась давайте мы вставим insert into city а именно name city вы все мои сколь знаете так что все это понятно вам вы есть следующие иванов москва значит кавычки переключение команд пробел как в маке иванов тирпугов петров петров пусть он будет из сочи где у нас филиал стрелка вверх сидеров будет издубная и кричит обратно на английский теперь посмотрим что у нас получилось select from city from city вот у нас вот такая табличка получилась вот собственно и все базы данных кроме того что создается база данных естественно нехорошо если доступ не будет осуществляться из-под от ротового пользователя поэтому доступ должен осуществляться из пользователя который работает с этой базы данных только а других не касается создадим такого пользователя create user ну назовем его user тоже это ваш логин на какой машине так у нас подставляется любой машина но у нас тут localhost так иденти файл иденти файл бай и пароль какой давайте какой же мы добавили пользователя и сейчас ему нужно дать permission на нашу базу данных грант и какие permission тут можно перечислить это лучший способ чтобы мы конкретно дали определенные перемещены на все таблицы так вот на все таблицы базы адрес book на пользователя user это ваш логин build карт вместо конкретных permission можно написать просто all и будут даны все перемещены пользователю и когда мы это сделаем мы должны перегрузить все привилегии чтобы они работали перегрузили все привилегии теперь они работают мы можем посмотреть нашу таблицу мы можем посмотреть нашу таблицу и вот видите все достаточно прозрачно выйдем из базы данных но можно посмотреть не только через SQL код можно с помощью утилит посмотреть так вот мы смотрим все базы данных как мы смотрели ну и можно посмотреть все базы данных как конкретную базу данных вот это даже проще чем кодом но не так универсально ну и у нас база создана теперь мы сделаем ее резервную копию создадим каталог вар и туда будем складывать резервную копию резервную копию делается очень просто очень просто my SQL dump табуляции дописываем также root пароль теперь какая база и перенаправляем вход вар backup адрес book SQL фактически SQL база данных будет это дамп логический дамп который переносим можно на другой машине с ним работать сиди пар backup вот этот а здесь book m4 вот этот дамп тут описываются переменные тут собственно с кулевский запрос то что содержится в базе естественно чем больше базы тем больше запросов ну и вот таблица значит ну тут есть конечно вариации создания этих дампов backup ну мы например можем сделать pipe какой-нибудь xzip например таким образом мы получим сразу упакованную копию можно другие xz например использовать вот вот у нас упакованная копия тут разница незаметна но на больших она более заметна ну и мы например можем еще добавить текущую дату когда мы делаем бокап делаем это тоже очень удобно поэтому вызываем команду date а в качестве выходной строки будет название файла и оно будет по шаблону подставляться год месяц день месяц месяц день и поскольку мы можем конечно делать за день несколько бокапов все это бывает минуты и секунды . такой вот шаблончик но mandate посмотрите и будет все понятно опускаем пароль набираем и смотрим что мы получили да вот у нас с полной датой а теперь мы должны восстановить базу данных делается это с помощью mysql имя базы данных но тут понятно почему потому что фактически дамп это sql mysql исполняет sql тут на вход подается sql скрипт вар backup адрес бук sql и фактически исполняется этот sql скрипт и заполняет базу данных ну вот это основные административные задачи с mysql значит ну естественно давайте мы все сохраним ну во-первых этот файл который у нас задает кодировку tf8 что у нас тут что у нас тут давайте варбакап сделаем тут 7 варбакап и туда сохраним эту базу чтобы вручную не вводить ее обратно мы просто будем восстанавливать этот дамп ну и давайте посмотрим шиловский файл что мы тут делаем устанавливаем maria db maria db сервер копируем конфигурационные файлы и файлы бэкапа стартуем maria db мы запускаем скрипт скрипт installation тут прописан пароль да и в конце создаем базу данных то есть как видите просто скрипт SQL и восстанавливаем SQL с помощью ises SQL базу данных все мы придем к тому же состоянию до которого мы сейчас дошли поделюсь в в в в